Добрый день, обучающиеся! Тема сегодняшнего нашего занятия – «Особенности обновлённого содержания среднего образования». План работы. В чём причина введения обновлённых учебных планов? Чему учить? Насколько образование учитывает требования будущего? Тренды образования и каким мы видим школьника 21 века? В чём причина внедрения обновлённых программ в рамках обновления содержания среднего образования? Подумайте над этим вопросом в групповом чате. В конце 19 века французский Марк Те опубликовал серию почтовых открытых в 2000 году. И ему было интересно, каким будет жизнь в 2000 году. Оно было представлено чудесной технологией прямого учения. Специальная машина утилизировала, которые поступали прямо в мозг. Как мы видим, в 2000 году не случилось. Школьное образование не поменялось. И что же случилось? Изменения, которые происходят в обществе, в мире, влияют на то изменение школи. То есть в период экономической глобализации школа отвечает времени, и вызовом является наливание. Современная модель влиятельна. Она формирует навыки, повлия навыки, и готовит учащихся к реальности. То есть нужны образовательные подходы, процессы и форматы для того, чтобы это было для профессионального, общественного и личного успеха в 21 веке. Так что же это? Креодичность, грамотность, лидерство, метапознание. И исследователи выделяют такие тренды в образовании. Например, конструктивизм. Что это такое? Ориентироваться на имеющиеся знания и навыки, но ставить сложные задачи, чтобы принять решение. То есть будет взаимодействие имеющихся новых знаний. Шлиния. Социальное и эмоциональное образование. Командная работа для обучения. Центрологического прогресса должны овлазить навыками. Лично-социальное обучение. Проектное обучение. Образовательное тренды. Смешанное обучение. Это снижение кудиторного и умного обучения. Оценивание учебников. Развитие социального и проекта. Мобильный. Смарт-обучение. Смарт-обучение, ребята, это умное обучение на знание цели. Тренды в образовании предлагают создание новых условий и активных методик обучения, которые являются основой образовательной проектории. И они обладают потребностью общества. Международным организациям ЮНЕСКО, Организациям экономического развития, Всемирного экономического форума, созданных вопросов образования. Инициируются новые проекты и планы, рекомендуемые странам для преодоления разрыва в развитии навыков у детей. Организация экономического развития в 2014 году системы среднего образования и национальной обученности образования предлагает решение, то есть провести пульс и пересмотр действующих учебных программ. В действующих учебных программах необходимо учить, учить или сократить техническими предметами или же чрезвычайный упор на теорию. При осмотре учебной программы необходимо придавать ученикам, особенно ученикам среднего и старших классов, изучать более узкие, более подробно. То есть дать учащий выбор предметов изучения. В сегодняшнем нашем мире, быстро меняющемся в 21-м мире, стоит задача подготовить подрастающихся к работе. То есть сформировать учащихся в веках. Каким мы видим школьника, какие нужно развивать знания, улучшения и ценности. Перед вами стоит задача развить нравственные и общенациональные ценности, формирование решений, системное мышление, эмоциональный интеллигент, многоуровневые решения проблем, фундаментальное знание, многоизвычность, эмоциональность, критическое мышление, развитие креатив, физическое и психологическое развитие, личные качества учеников, развитие с людьми и работа в команде, открытость новому, актуальность знания, умение создавать связи между идеями, способность использования новых технологий. Вот таким мы видим ученика, школьника, трансферными навыками, знаниями и ценностями. Обновленное содержание образования – это трансформация знаний, умений и образования в средства развития лидия, формирования навыков будущего, которые необходимы ученику в 21 веке для успешной, одновляющимся, быстро меняющимся мире. Вот так мы видим, ребята, обновленное содержание образования. И в конце хочу отметить, ребята, что являетесь первыми знаниями для обновленного содержания образования. Сегодня мы с вами поговорили о том содержании образования, как учить, какие тренды существуют и каким мы представляем ученика, школьника 21 века. Домашнее задание. В следующий метод несовершенный тезис я хочу, чтобы вы ответили на вопрос. Я считаю, что внедрение обновленного содержания образования, вы должны закончить этот вопрос. Каким вы представляете учитель, не знаю, почему. И к потребностям детей поколения СЭД относятся. На этом урок у нас окончен, ребята. Спасибо. До свидания. До следующей встречи.